Приветствую, рабочие друзья! В следующей неделе подходит к концу, а значит, пора задуматься о планах на грядущие выходные. Статистика, жизненный опыт и здравый смысл подсказывают, что большую часть уикенда горожане проводят в торговых центрах, пополняя запасы продовольствия или обновляя гардероб. Такая вынужденная необходимость. Но афиша этих выходных предлагает развлечения даже там. В торговых центрах на этих выходных можно найти не только хлеб, но и зрелище. Давайте рассмотрим предложение. Пять пронырливых енотов-полоскунов ждут ивановцев ежедневно в ТЦ «Шоколад». Полосатое зверье в городе всего вторую неделю, пока еноты обживаются и привыкают к новому помещению. Но они уже успели покорить первых посетителей. С мохнатыми проказниками можно играть, кормить их и фотографировать. Никаких ограничений для посетителей нет. Знакомить с этими представителями животного мира можно детей от нуля лет. В просторном помещении хвостатые бегают, резвятся и шалят. Еноты в наш город приехали из Вологды. Все ветеринарные паспорта в наличии. Полоскуны абсолютно здоровы, привиты, чипированы и веселы. Посетить выставку нужно всем, кто устал, тоскует или грустит. Заряд позитива гарантирован. И едят они практически все. Мы их кормим бананами, виноградом. Посетители приносят с собой фрукты. Покупаем им вот у нас внизу магазин корм для котят, для улучшенного пищеварения. Потому как они маленькие, они все 20.05.18 рождения. Так что они еще молодые, вырастут, побольше будут. Тех, кто считает, что их не удивить, нужно посетить цирк. Как шоу «Гиппопотамус» заставит в корне изменить свое мнение. Пожалуй, представление ярче и динамичнее, сложно представить. Здесь выступления экзотических животных, бегемотов, верблюдов, обезьян. Также тонкое мастерство гимнастов, эквилибристов и дрессировщиков. Эмоционально зрелищно и впечатляюще. В манеже настоящий бразильский карнавал. Великолепные эквилибристы, воздушные гимнасты, хорошо подготовлены, номера все отточены. Очень много необычных номеров. Потому что за мою длинную жизнь я уже много видела представлений. Это запоминающиеся. Эмоции все очень нравятся. Ребенку понравилось. Декорации хорошие. Много зверей. Все ярко, красочно. Очень богатое представление. Эмоции сногсшибательные. Что ждем, ждем. Что обычно бывает в цирке. Ну, все очень-очень здорово. Были на предыдущем, были на белых львах. Ну, здесь, конечно, более интересные, более красивые костюмы. Детям более нравится. Весь спектр положительных эмоций, от удивления до умиления, ждет посетителей еще одного торгового центра. В Евроленде открылся контактный зоопарк. Здесь можно встретить млекопитающих и присмыкающихся насекомых, земноводных. Горожане познакомятся с очаровательным сурикатом Себастьяном, семейной парой енотов Леси и Арчи и говорящим пернатым Гошей. Гоша. Животных здесь можно гладить, кормить и фотографироваться с ними. С биологическим разнообразием земного шара посетителей познакомит профессиональный экскурсовод. У него всегда есть несколько историй, чтобы удивить детей и взрослых. Обстановка тут душевная, сразу видно, живность любят. Во-первых, у нас животные все понизмножаются. Мы стараемся, чтобы им был комфорт, чтобы потомство приносили. Это такой показатель. К тому же у нас проходит постоянный осмотр ветеринарный. Мы своих животных любим и обижать никому не даем. А енотов мы даем корму, который есть у нас. Понятно, что сами кормить своим кормом никому не позволяем. Потому что все-таки надо понимать, чем можно кормить, каким качеством корма и количество корма тоже. С первых чисел февраля на большие экраны выходит сразу несколько киноновинок. Российский триллер по книге Сергея Минаева «Духли» с 21 века «Селфи». Мультфильм для всей семьи «Плюшевый монстр» в формате 3D. И фантастическая комедия «Короче» с Мэттом Дэймоном в главной роли. Все эти фильмы стартуют 1 февраля в кинотеатре «Формула А-113». Там же еще прокат продолжают несколько кассовых лент. Стартовавший в конце января фильм «Бегущий в лабиринте лекарства от смерти» продолжит покорять кинотеатры и в начале февраля. Фантастический боевик с возрастным ограничением 16+, придется по вкусу любителям динамичного, но не очень реалистичного экшена на фоне красивейших пейзажей гибнущего мира. Прежде чем идти в кино, советуем освежить в памяти предыдущие две части. Это станет завершающей в трилогии режиссера Уэса Бола. Не пошумишь, детали фильма не обсудишь и даже громко не пожуешь. Согласитесь, у просмотра фильма в кинотеатре есть небольшие, но минусы. Для шумных кинолюбителей, правда, всегда есть альтернатива. В Иванове существует площадка, на которой можно посмотреть премьерные показы киноновинок, а также пожевать и поболтать. Это кинопарковка. Тем, кто никогда там не был настоятельно рекомендуем ее посетить, а остальным напоминаем о плюсах просмотра фильма в собственном авто. Автокинотеатры появились в Америке в первой половине 20 века. До Иванова формат дошел только три года назад, но уже полюбился зрителям. На экране размером 6 на 12 метров, он один из самых больших в городе, показывают киноновинки. Воспроизводится изображение с помощью мощного проектора. Премьерных кинопарковок в стране всего две. Одна наша, Ивановская, вторая расположена за тысячи километров. У нас можно приехать со своим, да, то есть, грубо говоря, привезти салат. Очень часто приезжают люди, у которых нет возможности пойти в обычный кинотеатр. То есть там молодые семьи, нету бабушки, дедушки, куда оставить ребенка, приезжают с грудными детьми. Приезжают даже, ну, в последнее время чувствуются, то есть, переломанные руки, ноги, да, то есть в кино пойти не могут, так им приехать удобно. Говорят, смотреть фильмы ужасов на кинопарковке гораздо страшнее, чем в кинозале. Прямо дух захватывает. Проверить это утверждение может каждый. В репертуаре на феврале есть и хоррор. Ты сидишь в своей удобной машине так, как тебе надо, и с той компанией, которой надо, ты можешь разговаривать. Ты никому не будешь об этом мешать. Но при этом ты смотришь кино, и его слышишь, и наслаждаешься общением и обсуждением этого фильма, и просмотром. Летом была тусовочка такая, кальян-пати, устраивали. Здесь собралось, наверное, около 150 машин. А так, в принципе, на сеанс машин 20-30 приезжают точно. Грядущие выходные хороши еще и тем, что начался последний месяц холодной и затяжной Ивановской зимы. А значит, пора задуматься о весне. И напоминаю, следите за нашими страницами в социальных сетях. Там мы разыгрываем билеты и пригласительные на мероприятия, о которых рассказываем в нашей программе. Как известно, выходные особенно хороши, если отдых в них проходит бесплатно. Я надеюсь, ваши выходные будут яркими. До встречи в эфире.